привет друзья короче о чем я хотел с вами поговорить сейчас закрою окно не затонированное не знаю надеюсь там слышно или нет снимаю на внешнюю камеру чтобы хотя бы было видно что я там снимаю суть в том что сейчас еду на загрузку заодно проверить как микрофон там пишет еду на загрузку в москву коломенский пост проехал гаи ехал без майки думаю это как ваше мнение он мне говорит одеться того что я вручаю в трусах а жарко капец заставил меня одеться ты чё комплексуешь что или почему вот так вот не жарко почему я не могу сидеть без майки у себя в кипитке да как между на этих там бегут эти как ходят с халатом открывает суть не в этом сейчас мне а телефон снимается пришел сообщение типа типа продать канал вот этот вот ягус тв за 8000 рублей потому что включена там живет монетизация когда после 1000 подписчиков и там по моему что-то около пяти тысяч просмотров в неделю со всех видео чтоб шло где включать монетизацию там ютуб тебе платит какие-то копейки короче за рекламу которая там вот иногда вы наверное ее видите я говорю да ладно ты чё сдурел я говорю дело не в деньгах вообще даже не в сумме тем более за 8000 рублей как бы это не один раз в Сызрак съездить даже не в день как дело то есть как бы за любую сумму да я бы его не продал мне ну может если предложили мне виллу там где-нибудь на острове я может бы его и продал бы и создал бы новый а вас бы всех до этого снял бы видео что типа переходим на ныне пусты вы юс тв на этим как он там сейчас смотрел заезжал пока домой блин тазмане тазмане его на острове на тазманском где там ловят этих они мангуста вот этих здоровых типа 2 килограмм 100 100 баксов они там работают это короче я все время отдаляюсь от тем фишки в чем жарко блин и вот погода такая то дождь то солнышко я даже он с собой зонтик взял на всякий случай правда куда мне ходить тоже познаю но суть не в этом типа что продать я говорю блин ну я типа не продаю самым занимаюсь он говорит ну я накину если там деньги типа того тут дело не в том что как бы это я канал считаю как какое-то свое даже не свое в том-то и дело не свое а ваш в первую очередь когда он мне предложил это я как бы подумал о вас о вас всех то есть когда я выхожу на канал включаю видео выхожу в эфир да и как бы готовы ну я не готовлюсь конечно я не пишу какие-то сценарии не прокручиваю в голове обычно что происходит как я вот сейчас вам раскрою все тайны давай начнем с по порядку как и с чего начался канал вообще канал начался если посмотреть дату создания канала это по моему 2000 хер бы его знал какой год там 11 что ли ну просто как знаете когда ты создал аккаунт вот и и все что ты там смотришь на у вас у всех если вы подписаны у вас у всех есть там свои эти аккаунт блин компот весь выдал вчера сегодня вторую баклажа хотел взять забыл у меня с собой шесть литров молока по-моему он забродил в натуре забродил так правильно вот и короче просто как аккаунт и я туда а для чего он мне был нужен я не смотрел вообще видосы никакие на ютубе я сейчас не смотрю видосы на ютубе то есть там вот разных блогеров вот у меня сейчас ютуб у меня тут спорник спорник песен там допустим я некоторые могу там посмотреть видос чё я могу смотреть там рингуй там после матча спортака там вот это вот высказываются там или матч прямой эфир когда идет там какой-нибудь папа матч посмотреть бои пересматриваю часто все его часы тут кулачный по их голыми руками но мне не нравится как-то не знаю что станет муриме ленинг там подписался вроде там что-то подписывает хочет туда мне не нравятся такие вот правила бокс тоже вот чисто м м а смотрю таки какие-то вот каких-то блогеров уфиг его знает не знаю я как бы раньше мог там что-нибудь когда-то вот чуть посмотреть не потому что чтобы смотреть нужно в них нужно его выслушать ладно опять я отдалился короче создал ты я чего когда я писал песни кстати кто-то говорил что я там за зря с музыкой завязал я не завязал если вы смотрели внимание канал когда мне два года назад пинты перебили пальцы вот такой выкидной дубинка они у меня так и не сгинаются вот эти два пальца если может где-то я готовлю видно что он мне все время куда-то там торчит потому что когда я ходил он у меня был завязан 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 вот тут фаланга перебита на этом а этот до конца не гнется но этим я могу еще играть вот последний альбом кто в группе вконтакте есть и там альбом и в аудио вот последний альбом как бы я начал боль под куболом я начал писать не написал и какой вот есенина на есенин я писал музыку на стихи сергей саныча есенина любовь хулиганов что ли он назывался уже не помню короче вот этот альбом ну некоторые песни с него вы там я вставлял чисто по гитару раньше когда была группа у нас вся с аранжировками между прочим по тоже есть эти песни я там писал короче ладно писал короче песни под гитару еще до группы как бы чтобы музыка была мелодия перед аранжировками чтобы никто не украл и чтоб я ее просто сам не забыл где ее хранить допустим от написать аккорды аккорды напишешь нужно как-то вспоминать мотив там давно их аккордов и всего 7 до корт это трезвучий от построения ноты нот 7 нот да в гамме какую-то не возьми ну плюс там есть диезы повышен короче латино повышение и понижение вот то есть там и что песен там на трех на аккордах аккордов и всего 7 аккорд это построение трезвучий допустим простой аккорд мажорный или минорный это трезвучие от ноты от любой ноты там до мажор да допустим это тот же цех ну просто ну ладно опять день куда в общем и чтоб помнить сразу текст можно записать но чтобы было наглядно как это звучит какой мотив допустим на эту песню я для этого записывал и там youtube сразу авторское право тебе дает то есть если видео авторское как допустим вот эти мои все видео и как там делать допустим макс колополосов да вот 100 500 он берет нарезки разный да вот и что-то обсуждает это но как бы у него его авторство в его обсуждениях а некоторые есть видео там типа подборка алкашей там или подборка там авто аварии вот это вот вся ерунда это как бы видео не авторское оно не может не монетизироваться ну там они за счет чего-то другого выжать я никогда не вникал я не занимался ничем не вам никаких реклам ничего сейчас чё есть что то вы меня есть это все чисто просто на добром русском слове которая просто я снимаю с душой так как бы я вкладываю в душу сам того не знаю просто потому что я честен и всегда во всем искренне до конца поэтому как вы знаете некоторые есть там придумывает а вот и попадаются не смотрю некоторых да так просто включать обо чем-то и придумываю допустим сценарии устраивают вот сейчас как бы битву за хайп вот эти вот амерхамиран там да вот это вот устраивает дневник хача который там что блогеры я должен обосрать там другого третьего и набирается толпа 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 они устраивают бой и за счет просмотров ажиотаж к этому бою да идет как бы уже если вон бой они раскручивали раскручивали блин там дацик старасовым еще там я их так не запоминаю там есть нормальные нормальные парни допустим лучше дацик за ним прикольно посмотреть иногда он такой на самом деле не глупый мужик я не знаю кто ведет как ляев ну как ляев мне сейчас что-то уже не нравится потому что не интересна качалка уже сейчас не интересна никому по большому таки счету как сам вид спорта и вот и допустим это все раскручивается это все наигранно что чтобы собрать толпу и аудиторию здесь как бы авторское все в реальном времени типа лайвы и так же как вот это вот все можно допустим продать но это может у меня такая черта его хотел чем с вами пообщаться поделиться тем как относитесь ко всему этому вы вот допустим что многие люди заводят там животных да кошку собаку черепаху и там блин надоело да там ребенок допустим играл с черепахами и они ее сбахриваю нет бывают до обстоятельства которые очень сложные обстоятельства до когда ты не по своей воле отдаешь какие-то очень часто либо выкидывают на улицу либо вот сколько вот у нас в ременском пруду в черте город в таких прудах я встречал красноухих черепах болотных черепах на болотных продают реже но вот красноухих вообще-то фига заводят выигрался но за ней нужен уход потому что она будет вонять если ты не будешь воду менять каждый раз в три ухода ой блин раз в средня проговорочкой я так не делаю вот и люди сдают собачка да завели собачку котеночку он вырос подрос уже не интересно еще одно и то же пока растет и развивается наблюдать интересно в этом вот черта такая есть человеческая что всегда нужно развиваться нельзя как бы стоять на месте почему я жестикулирую зачем всегда руками я замечаю на нем и я вот так вот голову я смотрю когда вот видео я вот сейчас смотрел как получил 100 видео я с телефона снимал и я там кстати в конце говорю что опять в пензу вот сейчас только смотрел не в пензу в сысор я уже заговариваться там начал вот и нужно всегда развиваться тогда будет интересно вот мне самому по жизни мне нужно развиваться вот допустим если я в любом деле какой бы я это не взял будь то семья должно быть развитие в отношениях в ищет ладно и опять я куда-то залазю в новую ферму что на работе должен быть всегда карьерный рост либо у тебя должна расти зарплата либо должны расти часы тут у меня много часов как бы ну зарплата от часов то есть понимаете если я вот до этого работал когда вот я с мясом да занимался я должен был работать мы работали уже целыми днями а зарплата была фиксирована от этого не росла я говорю ну как вот в договоре написано мой рабочий день так то сяк то а там ходили такие олухи там бывшие сейки просто недоразвитые люди ну как не недоразвит они добрые они блин до того вот прямые что ему нужно что-то ты хоть я это всю фишку я сказал говорю так мол всяко правду у нас ведь не любят мне уж тоже многие потом говорили и танька и мать говорили что типа нафиг может помогу ну и смысл я да там за 25 рублей плюс командиров за 30000 рублей я 6 дневку еще мясо я должен его таскать фигать и не до 12 как там обещали а до 4 до 5 чё бы ничего ты должен делать я не против работать да я всегда за то чтобы я не отсиживаюсь да как заработать чтобы хорошо жила твоя семья твои там дети родители ты сам да как бы не ходил я могу собой пожертвовать своим временем я потому что у меня вся моя жизнь как бы удовлетворение настраивается внутри себя понимаете как ты себя настроишь так ты будешь смотреть на окружение вокруг если я еду в дороге я придумываю себе какой-то радостный план допустим что вот у меня будет выходной мы сделаем то-то сё-то мы пойдем туда-туда все мне уже радость не знаю что эту миссию я выполняю не просто так не тупое блин скотское существование изо дня в день ради чего-то кто-то там ради ребенка ради счету ради развития обязательно каждую свои цели всех под одну ребенку ставить нельзя и каждому каждому свои цели свои задачи он это выполняет добивается одной ставишь ты другую вот так чему же это все началось-то про котеночка и вот что это кому-то отдать так же как люди могут размениваться допустим теми же самыми отношениями друзьями но это значит тогда не настоящие отношения настоящие друзья когда ты ищешь появляется кто-то получше да но это не в этом получше тут как раз таки можно найти работу себе да получше и то смотря какие отношения с начальством чару тебя держит есть начальство нормально она не будет тебя держать там за пять тысяч рублей грубо говоря развиваться как бы в карьерном росте но не в отношениях в плане того что у этого друга больше денег я буду сегодня с ним появились другие таких очень много людей вот и так же в этом плане что вот как я всем чу рядом со мной я вот хочу сказать что я выбрал сам я все выбираю осознанно выбираю осознанно работу я ж никто не толкал сюда идти да я же не сэк сосланы ссылку на лесоповал даже я должен этот срок терпеть но мотать не в любой момент ты можешь послать все и уйти как туда или там еще что то они в принципе механизм работодателя прозрачность сейчас зарплат она в принципе везде одинаковые где-то получаешь ты больше да но просто есть такие работы где дают заработать а есть такие где не дают вот от них надо избавляться вот к чему я что здесь я работаю много не дают просто заработать те же свои часы на другой я пойду там два через два до обеда я заработаю говоря там 15 20 тысяч но я буду работать получается всего пол месяца и пол этого а тут я получается работаю сутками и а час он если посчитать он в принципе выходит по большому счету дальше вот так же как ценность допустим вот дома для меня вот старые дома вот деревни да вот из по вот эти вот я вот почему я в свой дом никогда не соберу там компанию каких-то друзей которых друзей как таковых таких и нету хорошо кому повезло у кого остались те друзья которые были с детства а сейчас как бы приходящие уходящие люди знакомства общение с кем-то комфортнее общаться с кем-то ты тут и все длинные разбежались нет общения да но как бы именно вот то и дружба когда ты годами веками да там семьями это большая редкость если у кого вот это есть то цените есть конечно всех приближенные люди но все равно все это уже уходит на второй план потому что в жизни каждого человека на первом месте это конечно же семья потому что ну мир так устроен так устроен человечество и твое внутреннее выходение и почему я это говорю что тут же дом да вот когда он деревенский да твой старый дом когда ты тебя вся память с детства когда ты приезжал там бабушки твои дедушки вот это вот все там каждый каждое дерево каждый каждая кладка этого полена блин как его назвать бруска ствола блин забыл слово все там даже так за зубринки помнишь ложишься на койку там на диван и в детстве ты на них смотрел и сейчас ты можешь смотреть на них чё сейчас вот это вот строить мне кажется они вот эти дома да вот раньше они и были избы да изба прям исконная русская когда вот не было этих книг они живут по деревьям от попересте люди читали историю читали будущее да там же все описано расписано все для нас природой сделано не надо ничего выдумывать а люди вот правда только вот строят 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 убивают эту всю природу а потом жалуются чё ж мы такие все больные почему же у нас нет есть да потому что негде вот я сейчас еду негде нормально даже растить животных чтобы получать нормальную пищу сейчас куда не возьми там самолеты вон там вон трупы торчат все коптит я не могу выйти продышаться уже и дети блин рождаются уже сразу блин с врожденными болезнями потому что люди самим все мало мало строят строю чтобы прожить свои паршивые там 60-70 лет нахать здесь насрать и сдохнуть вот такая вот вот такая у них политика так он жил бы может 80 лет притом не тратил бы половину заработанных денег по себе на таблетки на лекарства и на нервы и на войны на все вот эти дележки друг с дружкой все ради чего ради вообще вот что-то воюют делят земли да вот там вот я еду полями полями куча болей строй ехать строй себе дом тебе чего так много надо для счастья вот тебе дом вот тебе хочешь заниматься садом вот сад хочешь ловить рыбу вон река иди в рыбу зачем ты туда плюешь блин в эту рыбу в эту реку что рыба вон сейчас я в москву реку буду пролежать и поесть предали отравиться и сдохнуть но чё тебе надо вот тебе рыба вот тебе лес животные до заведи ты себе ладно там я вот считаю диких животных лосей до одушевленных предметов даже те же коровы да они тоже ведь живые другое дело там что человек как там охотник там ну все равно можно есть да я не против мяса и не вегетарей яйнец а нец но это также можно людей которые хотят этим заниматься и есть такие люди если вспомнить даже раньше лентяи сейчас развелись раньше не было лентяев потому что ты тогда не сможешь жить сейчас лентяи стали и струн из чела из чебура из этой из обезьяны человека сделала лень а не труд ей было тяжело допустим сходить она придумала себе тачанку блин машину куда за яблоком трудно было сходить она придумала себе с пальмы этот яблоко достать банан придумал себе там какую-нибудь палку вот эту обиралку и вот так вот пошло пошло поехал чтобы уже вообще ничего не делать сидеть развалится обосраться и сдохнуть блин вся жизнь у тебя пройдет в тележки в конфликтах в ссоре в зависти в непонятной и все а так то и не было войн хер его знает чё там в этой америки да где-то за океаном мы чё туда поплывем происходит нам плевать у тебя есть вот своя участок вот твои добрые соседи собирались всем селом всей деревне и свадьба столы сейчас свадьбу-то отмечают блин фотку лишний раз в инстаграм в этот придумали в контакте выложишь блин 100 завистников тебе там обосрут обосуд блин еще позавидуют схлазят тебя нафиг что у тебя я не знаю хребы там вырастут на спине как у бабки подержинницы которые вызывали просто люди не знают чем им заняться раньше они встали пошли у них было четкое дело накормить детей нарожать детей грубо говоря ну смотрите какая это ахереть просто сейчас видел кучу кабанов вообще выбежало там снимали какой-то снимать а сборники не справляется мерцает гремит сейчас будет какой-то наводнение прям вообще в раз то жара была я ехала без майки вот вообще блин полные баки ребят всем хорошего настроения вообще а в рязани тишина в рязани хорошо я говорю я выехал без майки аж блин трусах в одних ехал станы снял потому что горишь вот того и гляди я шок на закрыл чтоб у блин это очень что мне прям будку бомбит как будто сейчас шаровая молния влитит и разнесет тут все к чертовым собакам вот в общем я уже не помню что я там наговорил потому что телефон памяти у него нет сел приехал уже на загрузку вот и я это хотел сказать тому то что я выбрал с этим я буду до конца и никогда от этого не откажусь и не продаюсь поэтому ни о каких продажах не каналов ничего не будет и к чему я говорил что те же самые животные если я их взял я с ними до конца так же как и с вами если я уже вписался в это дело то я с вами буду до конца так что не знаю там еще долгу речь толкал потому что увидел что все села но я думаю и так вас загрузил какую-то ерунду хотел просто побольше всего сказать все не укладывается говорим и так видимся редко хотел сказать всего что-то остапа понесло так что ну не судите строго если интересно будем еще так беседовать так делать нечего насколько хватит моего телефона не знаю водка и погодка гружусь вон на сызрань завтра в сызрань опять прут 1 2 3 4 5 раз подряд вот и возьму с собой спиннинг как говорится и попробую там на цене короче порыбачить тогда сниму отдельно видео рыбацкая но или еще очень придет в голову или не буду снимать ну короче фиг его знает в общем спасибо вам всем до скорых встреч собираем на камеру порту масти и все вам благ по жизни чтоб все было у вас отлично и здорово до скорых встреч блин а там сейчас ехал где-то делаю в раменском уже смотрю чуть машин стоит а уже ливень такой и там чел узбек на телефон снимать там прям куча куча средненьких маленьких кабанов это вообще блин я херил просто мне где было встать для моей машины не было обочины и дождь было мне уже позвонили ждали все время пол восьмом но я уже здесь к 7 приехал хотя у меня к 8 но он уже там начали грузить блин кабаны вообще охренительные были но я надеюсь что я поеду еще в сторону нижнего и все-таки встречу лося